Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. Мы продолжаем наш вторничный эфир. Сегодня как обычно программа в это время называется она Добро пожаловаться. Председатель правления центра собственников консультационного центра собственников жилья Сергей Сидорко у нас в студии и я, Наталья Михайлова. Добрый день. Добрый день. Само Министерство экономики, собственно, подсказало нам тему нашего сегодняшнего эфира предоставив статистику сколько же за 10 лет в Латвии обновлено домов, многоквартирных домов, речь идет об этом. Вы сами знаете, те, кто слушает нашу программу регулярно, что мы уже на протяжении многих лет говорим о том, как важна реновация и какие, так сказать, преимущества, бонусы от нее получают жильцы, собственники этих самых домов после того, как она осуществится. С нами спорят слушатели, по-разному бывает идет реакция, но тем не менее, вот все-таки мы вот как-то эту линию свою гнем, а теперь Минэкономики отчиталось. Значит, обновление многоквартирных домов стало возможным осуществлять при софинансировании из фондов ЕС с апреля 2009 года. И вот с того момента в Латвии было обновлено 802 здания. Я сейчас сначала познакомлю вас со статистикой, и потом мы с Сергеем обсудим эту статистику. В предыдущий период планирования, это уже получается, сейчас идет второй период планирования, предыдущий, первый был, с 2009 по 2015 годы в Латвии было обновлено в общей сложности 741 многоквартирное здание, а с 2016 по 2019 61 многоквартирный дом. Обратите внимание на разницу в цифрах. В результате обновления домов, потребление теплоэнергии в них снизилось в среднем на 45%, а расходы жителей на теплоэнергию почти наполовину. Кто у нас в лидерах? За 10 лет больше всего домов было обновлено в Курзумском регионе 245, потом идет Рижский регион 240, Витзумский 178. Среди городов у нас лидер безусловный Лепая, там было обновлено 114 многоквартирных домов, потом Валмира 64, Венспилс 57, Рига 50, Елгова 19. Вот. Ну вот пока такие цифры, и сейчас мы их покомментируем. Пожалуйста, звоните нам 672-12-939 и 672-13-939, телефоны прямого эфира, номер WhatsApp 230-6191. Я вижу, что у нас звонок уже довольно давно висит на линии. Давайте попробуем его принять. Слушаем вас. Здравствуйте. Слушаем вас. Значит, человек просто случайно нажал наш телефон в кармане, наш номер. Звоните. Я вам назвала телефон, и давайте покомментируем. Итак, почему же такая разница? Вот как вам эти цифры? Ну, разница, вообще, конечно, очень тяжелая. Тяжелая, скажем, если мы говорим про Ригу, то в Риге можно считать, что почти не виновировалось ничего. Если мы говорим про Алеппу, то там, это уже можно говорить о том, что там достаточно большое количество домов отвиновировано. То есть, если взять вообще общее количество домов, да? Да, если в соотношении. Если говорить про Валмиру, то Валмира славилась еще со времен 98-97 года, о том, что там самоуправление всяческими средствами находило способы инициировать жителей на всякого рода улучшение своих домов, на организацию самоуправления домами и так далее. Поэтому там ничего удивительного нету, и относительно небольшая цифра там по Валмиру, 50-60 домов, это тоже очень много. Для такого города, как Валмира... 64. 64. 64. И еще плюс с учетом того, что там очень много было сделано до того и параллельно. Скажем, у меня сложилось так, что наш кооператив, вот когда был открыт в апреле месяце 2009 года первый период планирования, наш дом был в Риге, по крайней мере, в Риге был сдан в первом эксплуатации, два дома виновированных. Ну, я хочу просто всех задуматься, каковы были условия в тот период планирования, какие и сейчас. Если мы в 2009 году, в апреле, был открыт период, это значит, что мы только подготовить собрание могли к концу мая, который решал о том, что дом идет на реновацию, то в сентябре месяце мы уже сдали два дома. То есть, это вот такая скоростная просто, да, процедура получилась? Это была процедура, это была процедура. Никакой бюрократии? Бюрократия была. Бюрократия была. Бюрократия была, и она была достаточно серьезная. Естественно, я могу сказать, что нас немножко подталкивали сами ответственные органы, потому что, ну, хотелось в течение первого года хотя бы что-то запустить, и поэтому была, может быть, немножко больше помощь методической с их стороны, но в принципе, процедура была построена, потому что потом, когда уже перешло от агентства жилья к агентству инвестиций, тем не менее, с момента принятия решения в течение шести месяцев проект можно было реализовать, в том числе и разработать проект, и утвердить его в соответствующей организации, приступить к строительству. Если мы возьмем период с 2016 года, то тоже в апреле была открыта программа, и тоже мы в апреле подали решение и заявку на программу. Реализовали мы проект после всех согласований и прохождения всех процедур предстроительного согласования только начали реализовывать в июне месяце 2018. Вот почему 61 дом только был реализованный. Там процедура очень... Сейчас она... Я не могу ее комментировать, просто-напросто. Там идет все очень долго, непредсказуемо, и вы же видите, что по их же статистике 508 домов проектов, заявок висит, они не согласованы. А почему так долго все это происходит? Такова внутренняя процедура, которая изобретена, таковы изменения вообще по... Понимаете, принципиально начинают меняться с чего? Если... Вот одно слово. Если во времена первых программ было, что это софинансирование, и софинансирование ты мог получить после того, как реализовывал проект. То есть ты разрабатывал проект, утверждал его в соответствующих институциях, брал кредит в банке, реализовывал полностью в жизни проект и потом предоставлял отчеты о реализации, и после этого тебе выделяли деньги. И ты уже мог частично вернуть этот кредит? Ну, ты возвращал не частично, а 50%, но защита проекта после реализации, защита проекта и до получения денег, если все было нормально, сопровождение, бюрократическое, в процессе, то это занимало 2-3 месяца. А вот это софинансирование, оно уже тоже было больше намного, чем сейчас? Нет, оно было 50%, просто цены были ниже, цены были значительно ниже. А разве не было вплоть до там чуть ли не 90%? Нет, не было такого. Было 50%, и если в доме жило не менее 10% малоимущих, то добавлялось еще 10%, но не больше того. А это понятие такое, что ты сам берешь под свойства, естественно, под жестким контролем тех, кто дает деньги, ты делаешь проект, ты его утверждаешь, ты его реализуешь, и после этого получаешь деньги. В чем было преимущество? Во-первых, все-таки стройка есть стройка. Какой бы у тебя не был идеальный проект, какой бы у тебя не было преидеальное что-то, все равно в процессе строительства что-то меняется. Или ты вынужден менять материал не на худшие, но на другие, или у тебя по факту меняются объемы, или кто-нибудь из собственников квартиры иногда бывает забастует в последний момент. Ну, какие-то объемы постоянно меняются. Вот при сференцировании все было достаточно просто. Ты заявлялся на определенный проект, потом отчитывался о реализации и мог легально поменять вот эти параметры в тех пределах, которые оправдывали сам проект. И сейчас сделали грант. Грант означает так, что тебе деньги дают до выполнения сразу. Значит, у тебя должна быть идеальная смета, от которой ты отклониться не можешь, у тебя должен быть идеальный объем работы и так далее. Что в жизни нет? Из-за этого начинаются всякие разные вещи. Но деньги ты получаешь сразу. Ну, это очень быстро. А как вы решились на это? То есть, вы, получается, заранее знали о том, что будет вот этот... Мы отслеживали, но я напомню... Это же решиться надо, во-первых, и надо, так сказать, людей уговорить тоже на такую процедуру, авантюру, как некоторые считают, до сих пор. Я могу сказать только одно. Это была планомерная работа правления кооператива, и она началась не в 2009-м году, а в 1998-м году. Когда мы... И дом был в очень плохом состоянии? Тогда же дома были еще, в общем-то, моложе почти на 30 лет. Они были не в очень плохом состоянии, но уже они начинали надоедать. Надоедать тем, что течет. Течет крыша, течет водопровод, течет... И вот это... Вот я когда пришел в 1996-м году работать, я в этих потеках был с утра до вечера. То есть 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, где-нибудь из 27 домов что-нибудь текло постоянно. Это первое. Второе, тогда... Вы сами помните материальные положения людей, и счета за отопление тогда были просто неподъемными. Да. Тогда это было... Сейчас мы платим... Писали про коньячные счета из крана, который... Мы, может быть, сейчас платим намного больше, но тогда доходы были такие, что это было просто удавкой на шее. И в связи с этим ну и еще была удавка, такая вода тоже, она начала стремительно горячее, холоднее дорожать. И поэтому в кооперативе, когда с правлением проанализировали ситуацию, мы вышли в общество с предложением шаг за шагом улучшать ситуацию. То есть целенаправленно начинать вкладывать деньги в улучшение домов. Программа была примерно такая. Крыши, трубы, внутренние, то есть начинаем с крыш, потом внутренние трубопроводы, швы, панельные, улучшение системы отопления, модернизации и утепления. Это было еще в 98-99 году в кооперативе принята такая программа. Под это выделялись собственниками квартиры деньги, не очень большие, но их хватало на то, чтобы реализовать. Допустим, мы платили ежемесячно 3 сантима с квадратного метра на замену труб. И в течение 4 лет за эти деньги мы во всех домах кооператива полностью 100% поменяли все трубы общего пользования. Вертикали, горизонтали и так далее. Точно так же было с крышами. То есть были целевые взносы, они небольшие, за счет того, что деньги аккумулировались на счету и программа реализовалась там в течение 3 лет полностью там какой-то элемент здания ремонтировался во всех домах. Поэтому с этой точки зрения найти тех, кто готов двигаться дальше не было большой проблемой. В нашем случае. И мы уже четко просчитывали, у нас был опыт получения кредита. Мы получили, одни из первых получили кредит на утепление торцевых стен во всем кооперативе. Это тоже было такое ноу-хау. Так что мы были готовы, общество было готово. Но суть немножко в том, здесь была, вот в тот момент чувствовалось со стороны госорганов или ответственных органов заинтересованность в том, чтобы проект начал шевелиться. Слушайте, а почему? Вот это, может быть, потому что это первые такие фонды и как-то надо было их освоить. Сочувствие со стороны государства? Почему вообще вот это вот как-то быстрее шевелилось? Что изменить? Ну, потому что, во-первых, я могу сказать, программа начинала идти через агентство жилья, которым руководил господин Зеленич. И там была команда энтузиастов. То есть, ребята молодые, многие они сейчас, вернее, уже не ребята далеко и не девчата, но эти люди и сейчас в этой теме, они сейчас и в Министерстве экономики присутствуют и везде. Но это был энтузиазм какой-то. Был энтузиазм и была вообще воля к тому, чтобы этот проект реализовывался. Было очень важно вообще доказать самим себе и доказать обществу, что этот проект целесообразен, что он окупаемый. Но вот этой постановки хватило на первую сотню домов. Когда первая сотня домов пошла, то устоялись и технологии, и технические решения. И вот здесь мы начали с этого момента, я считаю, несмотря на то, что там были и темпы и так далее, мы начали проигрывать нашим соседям. Потому что если... Эстонцам, естественно. Я бы взял так Польша, Литва, Эстония. Всем трем. Если поляки, насколько я понимаю, ну, в силу своего масштаба и, наверное, в силу своего понимания, они поставили целью программы определенный набор реновационных работ, но который должен быть распространен на подавляющее, за время реализации программы на подавляющее количество зданий, они это реализовали, то есть у них большинство серийных зданий, ну, или старых зданий, этих вот зданий, которые попадали под программу, они реновированы, плюс к этому они еще развили промышленные стройматериалы, очень сильно. Ну, да, они сделали на этом еще и свою внутреннюю такую камушку. Они создали и нас кормят этими стройматериалами, сейчас пополнуют, то есть они с Европы все эти производства стройматериалов соответствующего профиля перетянули к себе. И поляки сделали ставку на массовость. В Литве, не зная, как им удается, но те деньги, которые выделяют, им постоянно их не хватает. То есть там постоянно очередь за деньгами, более того, в Литве... То есть у них все гранты выбирают, да? Да, то есть они выбираются, год не начался, грантов уже нет. Это первое. Второе, в связи с тем, что там уже это движение стало настолько популярным, что народ рвется, там очень популярно стало движение по частичной реновации, когда знаешь, что ты денег сегодня в этом году не получишь, ты начинаешь что-то делать, и там есть другие механизмы помощи и стимулирования. И плюс к этому в Литве, по крайней мере в Вильнюсе я столкнулся с такой вещью, что когда отбираются проекты на реновацию, очень сильно смотрится на расположение здания. То есть если где-то в микрорайоне стоит дом реновированный, и рядом кто-то хочет, то у него сразу есть преимущество, потому что они стараются сейчас это все дело концентрировать и идти вперед. И в Литве в Литве это ощутимый процесс такой. Если мы говорим про Эстонию, то Эстония не делала ставку на массовость. У них примерно цифры примерно такие же, чуть больше, чуть меньше, но там тоже порядка двух тысяч домов, что существенно не влияет на общее состояние фонда. Но эстонцы использовали эту программу с другой стороны. они постепенно повышали требования к проекту, качественные требования. Не так, как у нас, мы там чуть-чуть повысили теплостойкость здания за счет увеличения толщины теплоизоляции. Эстонцы в последних проектах, в последние годы требуют, чтобы были соблюдены нормы вентиляции по ее европейским нормам. Это воздухообмен в разы превышающий существующий. То есть это вопрос о принудительной вентиляции, это вопрос о рекуперации зданий. Без этого проекты просто не идут. И плюс к этому эстонцы всячески поощряют и всячески стимулируют и приветствуют проекты, где еще используются альтернативные источники энергии. Там солнечные батареи, тепловые насосы и так далее. Все это по полной. У них есть очень сложные проекты. Допустим, я видел проекты четырехподъездной пятиэтажкой. Общая стоимость проекта миллион. Но не так, как у нас, это просто за счет накачивания цены. А это действительно, это полностью система принудительной вентиляции каждого помещения, свет, циркуляции, тепла, это солнечные батареи, это не балконы, а уже построены такие пристроенные стеклянные лоджии и так далее. То есть там здание вообще преображается. Если еще видеть городу... Как новый дом получается. Да, снаружи он получается абсолютно новый дом. Станции давно у них стандарт, они не используют старые оконные проемы, они окна выносят на 200 где-то примерно миллиметров за фасад. То есть там все делается по-другому и с гораздо более высоким качеством. Что еще у них сделано? насколько я в курсе они сделали еще один шаг, который достаточно давно используют. Они все-таки не идут как у нас, у нас требование, что каждый дом это индивидуальный проект. Несмотря на то, что это серийный дом, что этот дом вообще брат-близнец, скажем, отличающийся только геометрическими размерами в силу строительных погрешностей, у нас это индивидуальный проект. Они уже давно опубликовали на своих сайтах типовые проекты, типовые узлы и, собственно, у них проект это привязка. Это привязка к конкретному месту, это привязка к конкретному зданию, это привязка к конкретному цветовому решению. Техническое решение ты за них не платишь, они уже готовы, они уже выложены в интернете в свободном доступе. У нас этого нет, и у нас все равно утверждается, что каждый дом он все-таки сугубо индивидуальный. С одной стороны, да, вроде как тут можно и плюсы, и минусы поискать, да. А в чем плюсы? Плюсы в том плане, что ты отличаешься, и не просто как этот, в иронии судьбы, да, все дома одинаковые, ну вот так. Мы же это уже прошли, проходили, и по сути дела через 50 лет эти дома тоже состарятся и будут в таком же виде, не пригляд. Ну, я могу сказать только одно, что на самом деле все состарится, да, и этот жилой фонд, он был при строительстве, то, что было построено после 72-го, года точно совершенно было рассчитано на 150 лет службы, несущие конструкции. Ну, естественно, что надо добиться хотя бы того, чтобы этот ресурс был полностью использован. Надо же подумать об окружающей среде. Представляете, сейчас, если этот жилой фонд начнет рушиться, куда же этот весь металлолом и глыбы бетона повезем? Я не говорю ни о чем другом. Там еще куча проблем. Но эстонцы вот таким вот образом сделали. И второе, что они сделали, они в рамках этой программы попробовали и думают, что они еще успеют развить, это индустриальные методы инновации. Что это значит? Это значит, что крупные утеплительные блоки готовятся с заводом. То есть приезжают проектировщики, осматривают ваше здание, блоки, целые там панели специальные готовятся на заводе. То есть это, во-первых, гораздо дешевле, во-вторых, это не зависит от погоды, виноверить можно круглый год. И плюс к этому получается, что монтаж сам идет очень быстро. То есть там все необходимые технические решения, уже вентиляция, ну все, что необходимо, оно сразу уже заложено в этих стеновых панелях, которые ставятся и присоединяются к зданию. И здание там буквально у них был и опыт там в течение трех-четырех недель, оно уже полностью готово. Плюс этого способа, я еще раз повторюсь, что все погодные, то есть вот такого рода ремонт при дешевизне можно делать еще круглый год и не требует большого количества работников, потому что сейчас у нас это все малопроизводительный ручной труд. То есть в основном, у нас как-то мы оказались не там, не там. То есть ни массовости мы не добились, ни широкого вовлечения населения тоже, я считаю, не добились, потому что эти 61% проект, которые реализованы, 90%, которые сейчас в стадии реализации, это то, что осталось с предыдущей программы не реализовано. Ничего особенно нового я не вижу и не вижу, когда будет реализовываться. Что еще интересно, я об этом уже говорил, но эстонцы четко уже сегодня проверены на уровне правительства, заявляют, что эта программа реновации в Эстонии будет продолжаться независимо от европейских фондов. И государство всерьез рассматривает, что софинансирование, ну или материальная помощь со стороны государства при этих программах, при выполнении вот означенных технических условий будет составлять до 40%. То есть и когда им задаешь вопрос, а почему, они уже четко посчитали, они говорят, до 80% от выделенной в качестве дотации суммы возвращаются назад в госбюджет в виде прямых и непрямых налогов. Как это высчитано интересно? Ну, очень просто. Со стороны ДС от строительных работ, это налоги на прибыль строительных организаций, это же налоги все сопутствующие на материалы и так далее, плюс это занятость и так далее. Они посчитали совершенно четко. Но вы же можете взять строительную смету и посмотреть, сколько строительной сметы от общей стоимости работ составляют налоги. Там совершенно четко видно, и так оно и есть. Так оно примерно и есть. 30% от стоимости строительства это уходит на разного рода налоги. Плюс еще возьмите в оборот то, что население, которое получает стабильный доход, вот эти строительные рабочие, они еще платят потребительские налоги. то есть, там проигрышей никакого нет. И в этом смысле они не видят никакой угрозы для бюджета. Есть европейские деньги, они экономят бюджет, если нет, они собираются продолжать, причем государство собирается выделять эти деньги достаточно широко. Тем более, что кроме, еще раз повторюсь, кроме такой, скажем, корыстной составляющей, есть еще очень большая социальная, ведь это же рабочие места, это стабильные рабочие места на долгое время и сопутствующие какое-то производство тоже рядом. Но это именно на уровне государства, да, вот это выделяется, ну, помощь вот это оказывается, не самоуправление, это именно государство. Самоуправление это еще отдельные программы. Отдельные. И в Литве, и в Эстонии есть отдельные программы, но, насколько я знаю, вот и там, и там, самоуправление больше участвует в зональном каком-то улучшении микрорайонов и так далее, то есть они стимулируют обустройство земли в Литве, поскольку земля принадлежит самоуправлению, то они... Инфраструктуру создают, Они создают, ну, вот... Микроклимат внутренний. Вот микроквартал такой предлагает людям взять на себя, поскольку на сегодня там в Вильнюсе за землей и за территорией ухаживает самоуправление, они предлагают благоустроить какой-то, ну, какому-то вот комплексу домов благоустроить территорию с тем, что после этого жители берут на себя расходы по поддержанию порядка и так далее. земля не принадлежит собственнику? Нет, нет. Это бомбочка, которую заложил наш будущий кандидат в президенты в свое время, когда был министром юстиции, который рванет еще очень хорошо. Эгел-Левец? Ну, да. В свое время вся приватизация земли проходила. Да, да, да. Правда. И в этом плане здесь еще рванет, потому что все хорошо, пока это приватизация, эти куски земли хаотично нарезаны и так далее, принадлежащие куче собственников, но когда сейчас министерства экономики говорят о том, что они способствуют программе доступное жилье, а где строить? Где земля с инфраструктурой, с подведенными телекоммуникациями и так далее? Ее нет. Если мы сейчас говорим о том, что какая-то часть жилого фонда должна выбывать уставившего, то земля-то принадлежит частным лицам, как это можно будет реализовать? Во-вторых, земля нарезана так, что вот когда дома действительно лет через 50, может быть 60 начнут подходить к естественному своему концу, то как эту землю потом переделить, отбирать, потому что все будет нерационально. Сегодня это вопросик, который еще долго-долго будет висеть и догонять нас это, помимо того, что еще и собственники на земле. Хорошо. Так, это опыт наших соседей, эстонцы, литвы, поляки, молодцы, мы, как всегда, двоечники. Я бы не сказал, что мы двоечники, я бы сказал так, что мы что-то всеми умудрим, но... Ну как, ну, тут очевидно, тут можно, мы можем там говорить или кого-то защищать, но очевидно цифры. То, что в несколько раз меньше уже за второй вот этот вот период планирования домов 61, но это, считай, ничего. Это просто даже смешно. Ну, мы должны были 16-го по идее, 16-го по 20-й год засвоить 156 миллионов. Сейчас планируется, что будет освоено, вот распределено 84, но это я подчеркиваю, это распределено. Это далеко еще даже не строительные контракты. Это то, что там вот сказали, что вот если ты будешь строить, то вот тебе. И учитывая состояние сейчас изменения в банковском секторе, я не знаю, насколько охотно банки пойдут на кредитование. И тут, но что-то здесь не так. Я бы сказал по-другому, я не хотел бы здесь так сильно критиковать, я считаю, что тот опыт написания программы, когда вообще я не очень понял, зачем из агентства инвестиций забрали эту программу. Потому что там была отлаженная уже процедура, там было все отлажено, там было очень много специалистов, и там очень серьезно. Но дело в том, что это агентство вообще, его специфика умения работать с европейскими деньгами, и они это очень хорошо реализовали. там были тоже не без шероховатости, но очень быстро технические шероховатости удалось с ними разрешить, потому что люди как-то был поток, был поток, я не хочу не в плохом смысле, а был поток. Ты приходил, который тек действительно, сейчас все застопорилось. Тебе давали маску, как надо действовать, и там были четко прописаны время. Когда, вот если ты подал заявку, она в течение 20 рабочих дней рассматривается, принимает совещание, если нужно уточнение, тебе дается срок, и опять там все было четко, жестко по срокам и здесь. Здесь очень часто неопределенность. Ты сдаешь, я сталкивался с тем, что по одному моему проекту все сделали, прошло БУВАЛД, прошло все экспертизы, сдали туда. Сидит молодой какой-то неизвестный мне человек, говорит, нет, вот так делать не надо, вы пересчитайте, надо вот запланировать так. Конкретно там было так, у меня торцевые стены были утеплены уже. В принципе, по всем параметрам проект проходил, если мы этот утеплитель не трогаем. Нет, так нельзя, вы должны снять утеплитель и поставить новый. Что делать? Переделываем проект. А что значит переделать проект? Это значит все по новой. Через БУВАЛД, это все, через все, все новые энергии. Вы думаете, что из одного утеплителя весь проект переделывать? Можно же как-то там изменения внести? Ну, не было вариантов, все, уперлись, вот надо. Переделали, вносим. Вы знаете, говорит, что-то не так, давайте возвернемся назад. Полгода раз, и коровый язык. Просто ли мальчики в сомнении? Ну, я честно говорю, просто мальчики в сомнении. И сейчас, сколько я не общаюсь с людьми, которые там пытаются, ну, нет определенности, нет знания. Даже те, которые профессиональные руководители проектов, они не могут тебе сказать, что это можно вот так и так. Слушайте, ну, вот получается, смотрите, по цифрам, да, вот этот 61 многоквартирный дом, то есть, он был уже обновлен до 14 апреля, да, 19-го года, а 508 висит заявок. 508 висит. Вот они вот все в таком подвешенном состоянии. Они в каком-то таком состоянии, потом, понимаете, вот когда мы работали с Ли, было так, ты должен был принять решение о том, что ты одним протоколом делаешь проект и подаешь заявку, раз, после этого, на основании этого решения ты проходил абсолютно все, проект утверждался, ты делал второе решение, берем кредит и заключаем договор. Два решения. Здесь только для того, чтобы, вот тебе сначала твою техническую часть рассматривать, долго, нудно, все, вот я в деле. После этого там экономика просматривать, причем у меня такое впечатление, что зачастую это кто-то сидит там из бизнесменов, вот что это бизнес-проект, какой это бизнес-проект. в принципе, эта программа сокращения теплопотребления, но она рассматривается как бизнес-проект и должен достичь каких-то бизнес-параметров, абсолютно ерунда, я бы сказал так. Я понимаю, что государство должно ограничивать мои аппетиты и может сказать, что мы твои там изыскания на этой ниве оплачиваем до такого уровня, а выше нет, как было в предыдущей программе. То есть там было соотношение между достижимой энергоэффективностью и вложениями на один мегаватт, скажем так. Больше ты не мог получить. Хочешь, делай, но это все вне программы. Здесь это, только бизнес-часть это утвердили, после этого начинаются анализы всякие и там подход к тому, чтобы подать заявку банку, потом банк дает заключение, потом опять аутом дает заключение. Там два или три подхода у тебя до промежуточных этапов до того, что тебе разрешают вообще принимать решение о кредите и заключении договора. И в итоге получается так, что вот у меня народ уже забывал, потому что мы подали заявку в апреле 2016 года протокол о том, что давайте делать реновацию, мы делали где-то в апреле 2018, ну два года прошло. Ну а там же еще устаревают некоторые документы, там же может топография, например, год только и так далее. Понимаете, самое обидное в другом, то что если мы возьмем по большому счету проект, который мы реализовали, технический проект, который мы реализовали в 2009 году и положим рядом проект, который мы реализовали в 2018 году и выкинем оттуда такую мишеру, типа протокол собрания, там еще, ну топография, которая, наверное, нужна, не самое главное, то окажется, что это один к одному. И у меня таких домов, вот такого, из такой семьи домов, такого конструктива 20, я должен сделать сейчас 20 индивидуальных проектов. Хотя это, ну, один к одному. Никакого особенно существенного улучшения. Ну это какой-то непрофессионализм получается? Я не знаю, я не могу не критиковать этих людей, я не знаю, я не понимаю, почему так это делается. Я просто-напросто не вижу результата, я не знаю, видимо, перед этой организацией не стоит задача прохождения проектов, видимо, стоит задача какого-то, ну я не знаю, я не знаю, какие у них внутренние цели. Объясните, да, но людям тоже трудно объяснить, конечно, такие сроки, и тут любой энтузиазм, который, допустим, там, пытаешься зажечь, он может потухнуть вот в этом болоте. Бахова знает. Понимаете, еще есть вопрос такой, что длительный, что длительный перерыв, потому что, собственно говоря, в 2012 году закончилась предыдущая программа, то, что, говорят, до 2015 года, это то, что там доделывались какие-то проекты, но она закрылась в 2012 году, и перерыв до 2016 года, он тоже очень сильно сказался, потому что разрушилась вся инфраструктура, исчезли с рынка проектировщики, исчезли малые строительные фирмы, которые начали развиваться именно под эту программу. И сейчас мы столкнулись с еще второй проблемой, это то, что если ты хочешь сделать проект, то ты проектировщиков днем с огнем не сыщешь, и цены уже сейчас до небес. И это с одной стороны, а со строителями еще хуже ситуация. Со строителями еще хуже ситуация. Единственное, что сегодня очень хороший фактор, это очень дешевые кредиты. 2-3 процента, это очень хороший кредит. Но почему так сложилось, я не знаю, критиковать кого-то я не могу, я вижу, наверное, или комплексная ошибка, а может быть, и не было другой цели. Кто его знает? Может быть, было решение, что сделаем так. Хорошо, а что у нас впереди получается? То есть, вот это 20-м годом все это заканчивается, То есть, это уже не за горами, можно сказать? Деньги заканчиваются, по аналогии с прошлым проектом можно в связи с тем, что программа началась с трехгодовой задержкой, ведь когда мы говорим здесь периоды, период планеты. То есть, оно как-то продлится, да, вот эти три года? Дадут два года еще на реализацию проекта. Ну, хорошо, но ты считаешься участвующим в программе, если ты уже получил деньги, или ты еще только подал заявку? Тебя зарезервировали. Тебя зарезервировали. Тебя зарезервировали. Поэтому, когда говорят, сейчас 78 миллионов, 84 миллиона, да, это деньги зарезервированы. Да, это вот на эти 508 заявок, которые... Это деньги зарезервированы, да? Но надо же еще принять... А сколько было всего миллионов? 156. То есть, половину мы не истратили? Ну, половину не распри... Это не истратили, это только за... Ну, я имею в виду, как-то не освоено, да, никаким образом? Не зарезервировали, не получили... А можно еще участвовать? Ну, можно до 20... Вот до 20-го года можно еще участвовать. И до 20-го года могут немножко продлить еще. Но деньги зарезервировать, я думаю, не знаю, там, как по правилам и есть, по-моему, деньги зарезервировать после 20-го года нельзя, но все, что ты зарезервируешь до конца 20-го года, можно распределить. Я не уверен, я не уверен, что 508, это 84,5 миллиона, я думаю, что там немножко поменьше из этих домов в качестве резервации находится. Ну, в любом случае, то есть, если успеть... На каком этапе нужно... А, то есть, ты должен быть каким-то образом зафиксирован на тот момент, что... Ты должен... Вот Алтум, а что... Какое вот разрешение должно быть? Успеть подать в Алтум заявку и проектную документацию и пройти ту стадию, на которой Алтум скажет, что да, ваш проект соответствует программе. Вот в этот момент они резервируют на тебя деньги. Успеют люди за этот год? Кто-то успеет. Кто подаст, тот успеет. На самом деле, по прогнозам Алтума, они говорят, что где-то в июне, в июле деньги должны закончиться. Поэтому, я говорю тебе, 508, это далеко не все распределенные деньги. Средними можно считать, что по 200 тысяч на дом, тут можно посчитать, выделяется софинансирование. Ну и дальше весь вопрос еще заключается в том, а что будет с реализацией? Смогут ли люди найти строительные мощности? Потому что, если мы так смотрим, то сейчас в оставшиеся 3-4 года мы должны реновировать порядка 700-800 домов. за оставшиеся 3 года. Ну что-то для меня цифра по 200 домов, а где строительные мощности, кто будет? Сомнительная, да? Ну, не знаю, может быть, все это есть чудесным образом появится, но здесь тоже очень большой вопрос. Хотя я еще раз хочу подчеркнуть, я сегодня подогнал мраку, но на самом деле, уважаемые радиослушатели, все, кто еще находится на этом пути и полагает, что он успеет прыгнуть в этот вагон, не задерживайтесь. Пример тех 800 домов, которые прошли реновацию, показал, что все окей, все окупается, все хорошо, и никаких проблем после реновации не будет. Я вот хотела как раз спросить на вашем примере, то есть вот после того, как реновировали ваши дома, вашего кооператива, теплоэнергия снизилась на сколько? Потребление и расходы жителей на теплоэнергию. Ну вот приводится цифра, вот это в среднем на 45%, да? А расходы жителей на теплоэнергию почти в половину. Понимаете, вот эти проценты, они такие... Это в среднем. Это вот от чего считать? Есть дома, которые потребляют на отопление больше 200 киловатт на квадратный метр, а есть, которые сегодня меньше. жители ваших домов заметили? Да, я могу ответить по-другому. Несмотря на то, что у нас не столь внушительная экономия, сразу скажу, потому что у нас изначально потребление было меньше, кое-что было сделано до этого, я не услышал ни одной претензии от жителей 10 домов, которые прошли реновацию. А радость услышали? Благодарность. Претензии понятны. А какая благодарность? Мы сделали свою работу, мы реализовали то, что хотели. Нет, но я имею в виду, что удовлетворение жителей высказывали тем, что они наконец получают там счета поменьше. Ну, скажем так, в принципе, я претензий не слышал, но на самом деле я могу сказать так, что из 10 домов, что мы реновировали, 8 уже выплатили кредиты, уже 4-5 лет живут совершенно спокойно по совершенно новым ценам. Я не имею в виду это, я имею в виду, вот стало ли их жилье комфортнее и удобнее? Комфортнее однозначно, потому что практически нету нигде каких-то протеканий и плесени, этого нету, то, что через стены идет, это одно. Второе, климат в квартирах стал лучше, если ты соблюдаешь условия проветования. В-третьих, счета, ну, где-то в реновированном доме, где модернизирована система отопления, средний счет на квартиру за отопительный сезон составляет за отопление порядка 150 евро, это на двухкомнатные квартиры. Может быть 100, может быть 70, может быть 180. Ну, вот посчитайте, это за 7 месяцев полноценного отопления. За 7 месяцев, это не за месяц, вы сейчас сказали. Это за весь отопительный сезон, ну, вот и считайте. Вот и считайте. Но, опять-таки, люди же реагируют не только на это, люди реагируют на эстетику здания. Да, конечно. Люди реагируют на эстетику, люди начинают думать о том, чтобы улучшить эстетику уже помещения общего подзыва и так далее. То есть, все движется вперед. Если вы говорите, насколько меньше, ну, по этой позиции меньше, но для меня было уже таким, для самого, немножко расстройством, то, что мы крыши делали где-то 98-2004 год и срок службы крыши где-то 15 лет. Уже надо ремонтировать. Уже крыши надо. Опять деньги. Все, заканчиваем на этом. Встретимся уже через неделю. Сергей Сидорко, председатель правления консультационного центра собственников квартир. И я, Наталья Михайлова, вели эту программу, комментировали данные Министерства экономики, что за 10 лет в Латвии обновлено 802 многоквартирных дома. Спасибо всем, кто слушал. До свидания. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok, Субтитры создавал DimaTorzok,